В 1956-1957 годах я несколько смен провел в лагере для детей работников коммунального хозяйства. Этот лагерь находился рядом с Токсово. Лагерные смены продолжались тогда 24 дня. Перед сменой нас обязательно взвешивали, взвешивали в конце смены и в начале смены, и обязательно за время пребывания в лагере надо было поправиться. Каждое утро дочиталось с пиодерской линейки, нас выводили на плац, горлист трубил в горн, на трибуне был начальник лагеря, которому мы дали кличку Муравей. Это был человек с очень тучным туловищем и маленькой головой, поэтому он своей конфигурацией напоминал муравья. Показывали нам кинофильмы тех лет. Я вот помню, в помещении столовой вывешивали простыню на стенку, и на эту простыню демонстрировался фильм. Были такие фильмы, как «Чапаев», «Старик Хатабыч», «Тайна двух океанов», еще какие-то детские фильмы. Ну вот телевизора-то не было в лагере, а кино, кинопередвижку иногда привозили. Была в лагере библиотека, были настольные игры. Это была территория, где были боевые действия. Ну а прошло после войны не так много лет, и вся земля кишела вот подобными предметами. Вот гильзы от карабина, пули. Всего этого в земле было достаточно. И помню, как раз при мне пришли в лагерь саперы и искали взрывоопасные предметы, нашли большое количество гранат, а потом там были минометные мины, артиллерийские снаряды, не разорвавшиеся. То есть нам повезло, что саперы нашли это прежде, чем нашли мы. Потому что в те годы очень часто были случаи, когда любопытные мальчишки находили боеприпасы, а потом взрывались. Это происходило довольно часто. Но мы тоже занимались довольно опасными вещами. И вот мы находили эти патроны, отбивали саму пулю, высыпали порох. Ну и порох использовали для так называемых поджигов. Ну это самодельный пистолет. И в общем эта поджига вполне могла разорваться в руках. Такие случаи бывали. С порохом можно было, в общем-то, изрядно пострадать. На ночь в помещении нашего корпуса гасили свет. Принято было рассказывать разные истории, в основном страшные. Ну, наиболее распространенным героем страшной историей была такая синяя рука. Синяя рука проникала в помещение таинственным образом, хватала свою жертву за горло и душила. Эта синяя рука неизвестно откуда появлялась, из темноты. В темноту она исчезала. Вот у меня сохранилась пионерская книжка моя. В этой пионерской книжке торжественное обещание. Я, как и все остальные пионеры, давал обещание жить, учиться и бороться так, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Должен признаться, я это обещание не сдержал. Жить сложилось иначе. Иначе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok